От винта как и зачем американцы выбирают себе легкий штурмовик. Перспективная американская боевая авиация это не только F-35, новый бомбардировщик Стелс B-21 и целый ворох футуристичных беспилотников. Параллельно всему этому ВВС США ведут конкурс на легкий штурмовик, в котором выбирают из машин, на взгляд непрофессионала, больше похожих на машины времен Второй мировой. Известия разбирались в причинах. Волна по расписанию, почему США вступили в гонку за гиберзвуком какое новое оружие получит американский флот и сможет ли оно ликвидировать отставание от России противопартизанской истории истории текущего конкурса, неоднократно менявшего название, сейчас остановились на легкий штурмовик, вооруженный разведчик. И цели насчитывает уже больше десяти лет. В середине нулевых, когда в Ираке, как казалось, была уже одержана окончательная победа, но в то же время сохранялась нестабильность, а кампания в Афганистане явно стала затяжной. Американские военные в очередной раз задумались о несоизмеримости возможностей и стоимости своей боевой авиации задачам, которые перед ними ставятся. И это не мудрено пара незадачливых вчерашних крестьян на убитом пикапе с помнящим еще СССР пулеметом в кузове просто не способна в должной мере оценить то, что их взорвал высокоточной бомбой сверхзвуковой, малозаметный для радаров самолет с мощным комплексом средств радиоэлектронной борьбы, чей многочасовой вылет даже без учета стоимости боеприпасов стоил за сотню тысяч долларов. Кроме расходов бюджетных средств надо помнить и о том, что сложная техника попусту тратит в компаниях низкой интенсивности ресурс. Штурмовик подчеркивание 1. Штурмовик 1. Skyradar. Фото. Commons. Wikimedia.org. Кого. Идея использования для противопартизанских операций, или как сейчас принято говорить, конфликтов низкой интенсивности более простые машины от них не нова. В ходе Вьетнамской войны прекрасно показал себя созданный в конце Второй мировой И-1. Skyradar. В ВВС и ЕКПМ США активно использовали легкие двухтвигательные турбовинтовые ОВ-10 Бронко в качестве легких штурмовиков, а армия в качестве разведчика и цели-указателя ОВ-1. Mohawk. Обе машины ожидало достаточно долгое и успешное, хоть и сопровождавшееся временами тяжелыми потерями, карьера которая закончилась в середине 1990-х годов. Примечательно, что армейцы тоже рады были бы открыты использовать Mohawk как штурмовик, по-тихому пытались, но были скованы разделяющими компетенции и договоренностями между видами Вооруженных сил США соглашениями Киевест 1948 года и Джонсона Маконела 1966, по которым армия сдала самолеты, штурмовики и транспорты, а ВВС в ответ отказались от большей части вертолетных компетенций. Штурмовик, подчеркивание, 2. Разведывательный самолет ОВ-1 Mohawk, фото. Впрочем, Mohawk и Бронко были на момент Вьетнама достаточно новыми самолетами, которые делались в первую очередь в качестве разведчиков-корректировщиков, ближе к обсуждаемой теме лежат упорные попытки в те годы фирмы. Павлиер. И позднее. Пайпо-ээркрафт. Продать ВВС США в качестве противопартизанского самолета модернизированный мустанг времен Второй мировой. Несмотря на неудачу дома и эксцентричность идеи, небольшое количество мустангов 2,0 было продано в Боливию, Сальвадор и Индонезию. Шаг на пути в тысячу миль, новые ракеты армии США Пентагон разрабатывает оружие, нарушающее договор ОРМ «Бразильская птица» настоящий ренессанс противопартизанского винтомоторного штурмовика а-ля Вторая мировая начался, к слову, именно в Южной Америке. В 1980 году на тот момент достаточно молодая и не добившаяся крупных мировых успехов бразильская компания M-Rare поднимает в воздух первый прототип М312. Chicano. Турбовинтовой двухместный учебный самолет, при необходимости пригодный в качестве легкого штурмовика. За 15 лет выпущено более 600 машин, которые широко разошлись по миру и наибольшую славу приобрели, используясь по всей Южной Америке в качестве самолета для борьбы с партизанами и специфическими формами местного сельского хозяйства. Успех привел к тому, что в конце 1990-х создается уже ориентированная в первую очередь на боевое применение модификация. Super Chicano. С вдвое более мощным двигателем, усиленным планером, возможностью установки легкого бронирования кабины и современным оборудованием. С тех пор по миру разошлась уже четверть тысячи машин. Именно, Super Chicano, привлекли в первую очередь внимание американских военных, которые начали их испытания под индексом A-29B в качестве самолета поддержки для командования сил специальных операций. Штурмовик подчеркивание 3. Легкий турбовинтовой штурмовик. Embraer A-29. Super Chicano's. ВВС Бразилии Фото. Commons Wikimedia Orb. Ягодки опять, почему самолеты холодной войны все еще в ходу, кто будет определять рынок истребителей в ближайшие годы, примечательно, что проект стартовал сначала под крылом флота, а опять специфика разделения компетенций. В 2009 году открыли конкурс на легкий штурмовик, с планами закупить 100 машин. Основным конкурентом. Super Chicano. Выступает американский Ad6B. Wolverine. Внешне очень схожий. Это доработанный до боевого применения основной американский учебный самолет Ти-6B. Texan A. На самолетах даже установлен один и тот же двигатель ProTent. Whitney Canada T. 68. В конце 2011 года бразильская машина побеждает в конкурсе, что вызывает серьезные споры на тему защиты отечественного производителя, открытое подключение своих конгрессменов и несколько лет судебных тяжб. Несмотря на организацию отверточной сборки в Штатах и формальную победу в судах, фактически контракт был нивелирован до закупки небольшого количества машин в интересах испытаний, наработки тактики и для формируемых ВВС Афганистана. В общей сложности к текущему моменту для новых афганских ВВС американские военные заказали 26 машин, первые из которых перелетели в Афганистан в начале 2016 года и быстро включились в активную боевую работу, лишний раз подтверждая простоту эксплуатации и надежность. По аналогичной схеме на деньги Саудовской Аравии американцы поставили 6 Супер Тикана В Ливан, удачный опыт эксплуатации вкупе с все еще пустующей нишей привел к фактическому перезапуску конкурса для самих ВВС США, штурмовик подчеркивание 4. Легкий турбовинтовой штурмовик ЭТ-6Б Оверин, фото Дефенс Текстов Ком НАТО одобрило новую стратегию по авиации летом 2017 года стартовала программа АУЭКС, задача которой демонстрация возможностей потенциальных будущих соискателей на конкурс в порядка 300 легких штурмовиков. Требовалось показать низкую стоимость эксплуатации, высочайшую летную готовность, возможности в качестве современного всепогодного ударного самолета. В соревновании опосредованно приняло участие множество экзотичных предложений, как например прошедший ребрендинг родной для отечественных летчиков чешский Л-39, модернизированный совместно с израильтянами и представленный как F-A-259. Страйкер Переделанный в штурмовик самый настоящий кукурузник ЭТ-802АЛ Лонсборд Между прочим достаточно популярное в этом качестве семейство фирмы Эртрактор И первый частный боевой реактивный самолет Текстран Скорпиен Возрожденный Оф-10Х Бронко И так далее впрочем, после пертурбаций Смены названий и декларируемых целей Прервавший на время испытания катастрофы Эй-29 Би 22 июня 2018 года Программа пришла к текущему этапу с двумя конкурентами Эй-29 Супер Чикану Вновь против Эт-6 Би Волверин В следующем году ожидается финал и выбор самолета для покупки Кровь войны так почему американские военные возятся с игрушечными самолетиками, тратя на эти проекты время, сопоставимое с тем, что занимает работа над реактивными истребителями. Скорее всего, причина в финансах. Неделя молний, что происходит с F-35 конец сентября оказался богатым на события с новейшим истребителем Запада с одной стороны, потенциальная выгода просто астрономическая. Обойдется потенциальный штурмовик примерно в знак доллара 10-12 миллиона, в то время как стоимость реактивного истребителя с гарантией выходит за полсотни миллионов долларов. Еще более чудовищная разница в стоимости эксплуатации турбовинтовик съедает за час полета знак доллара 1-2000 АФ-16С, самый массовый истребитель ВВС США, активно используемый для рутинных задач, около 25 тысяч долларов и это самая массовая, отработанная и почти что самая дешевая в эксплуатации реактивная машина. При этом разница по боевым возможностям в противопартизанских конфликтах довольно невелика и местами возникает вопрос в чью пользу. На Токана. Можно подвесить оптико-локационный контейнер для всепогодных операций, у него два члена экипажа с отличным обзором, при отсутствии угрозы сопротивления на нем можно с большим удобством, чем на скоростном истребителе, поражать цели пушечно-пулеметным огнем или неуправляемыми реактивными снарядами, которые сейчас модно дорабатывать в относительно дешевые управляемые. В случае, если противник попался чуть более зубастый так же как и на истребителях, он может уйти на высоту в несколько километров и применять корректируемые бомбы с лазерным или спутниковым наведением, точность и стоимость которых не зависит от несущей платформы. И это не говоря о простоте и удобстве экспедиционного базирования с грунтового аэродрома на современном истребителе особо не полетаешь. Афганские ВВС и проходившие боевые испытания в Ираке и Сирии взятые на время у коммерсантов доработанные ОФ-10 «Джибронко», и даже переделанные сельхозсамолеты, участвующие в конфликтах низкой интенсивности, показали, что концепция вполне жизнеспособна. Штурмовит подчеркивание 5. Многофункциональный легкий истребитель F-16C на авиабазе ВВС США «Авианофото». Коммонс Бекомедиа Орг. Высота вокруг, как первая русская школа авиаторов стала элитной, почему юбилей Кочинского летного училища превратился в грустный праздник, казалось бы, покупать для войн с талибами и всевозможными бандами ИГИЛ, практически не использующими даже ПЗРК, турбовинтовые штурмовики с сотнями, эконом-миллионы и ресурс-машин первой линии. Часть американских законодателей и военных активно призывает к этому. Так, покойный Джон Маккейн призывал срочно купить аж 300 таких самолетов, вне зависимости от отношения к его личности и одиозности нельзя отрицать, что летчик-штурмовик с боевым опытом, летавший на И-1. И-4 Skyhawk, в этой теме совершенно точно знал, о чем говорил. Но с другой стороны, американское военное руководство понимает, что экономить будут именно за его счет. И если принять эконом-решение, то у законодателей возникнут потом совершенно нездоровые идеи из разряда «давайте резко урежем закупки F-35, вам же не придется их использовать для непосредственной поддержки в конфликтах низкой интенсивности». По схожим причинам ВМС США уже почти полвека отбиваются от периодически появляющихся идей легких авианосцев, нишу которых де-факто заняли избыточные для этого универсальные десантные корабли. Два новейших корабля этого типа «Америка» и «Триполя» были построены и вовсе без док-камеры, с использованием дополнительного места под авиационное топливо и вооружение. Штурмовик подчеркивание 6. Легкие штурмовики ОВ-10G Бромкофото. Второй из поколений 6 в Европе опять будет два новых истребителя, но не так, как раньше вероятно, нас ожидает Соломоново решение, контуры которого на днях сообщил директор по программам основного заказчика боевого командования ВВС США Скотт Л. Плеус. Суть в том, что если объемы закупки перспективного легкого штурмовика не превысит 100 машин, то боевое командование полностью переуступит программу командованию специальных операций ВВС, во многом автономному и действующему под оперативным руководством общего для всех американских спецназов Главного управления войск специального назначения. В этом случае, с одной стороны, можно будет закупить штурмовики и использовать их в связке с силами специальных операций, которые как раз активно действуют в таких компаниях, как афганская или сирийская иракская, а с другой взрослые ВВС всегда могут заявлять, что у них никаких дешевых штурмовиков нет, так что бюджеты требуются прежние. Одно можно сказать с достаточной уверенностью, в наступающем десятилетии американские летчики пересядут в кабины не только F-35, но и винтомоторных штурмовиков, и будут осваивать не только гиперзвуковое аэробаллистическое оружие, но и приемы атаки автотранспорта из пулеметов времен Второй мировой.